Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы обсудим одну из моих книг. Это краткий алгоритм действий для создания собственного оригинального мировоззрения. На самом деле книжка не очень большая и при этом довольно-таки содержательная и вместительная. В чем основная задумка этой книги? Что мировоззрение можно комбинировать? В предыдущей статье мы, в общем-то, уже это обсудили, но вот эта книжка является источником философской комбинаторики, всех моих идей, связанных с этим. Ну и, в общем-то, с ней мы немножко сегодня поработаем. Книжка очень короткая. Ну и, в общем-то, начнем. Давайте начнем. В чем суть? В чем обосновывается эта книжка? Так вот, все обосновывается понятием, во-первых, оксиденции, случайностей и так далее, так далее, так далее. Суть заключается в том, что мировоззрение, любое мировоззрение случайно. Ну, то есть, условно, мы принимаем такое положение вещей, при котором все наши мировоззрения, все наши воззрения случайны, следовательно. Причем случайность возводится в абсолют, следовательно, мировоззрение может быть абсолютно любым, и мировоззрение в итоге, ну, в итоге могло бы получиться бесконечное количество. Если мы представим, что будет существовать бесконечное количество, так скажем, разумных существ, бесконечное количество этих существ еще при этом будет порождать определенное количество учений, хотя бы каждое породит по одному, тогда, да, будет неограниченное количество, в общем-то, мировоззрений. Так, вот у нас здесь и получается, вот такая вот формула мировоззрения может быть абсолютно любым, и мировоззрений бесконечное количество. Давайте смотреть дальше. Части мировоззрения, мы уже это рассмотрели тоже в прошлой статье, но здесь немножко не так. А здесь немножко другой акцент берется. Мы разбираем мировоззрение уже по различным дисциплинам, например, антология, этика, эстетика, физика, дух, практика, эпистемология, гносеология, не важно, эпистемология, гносеология, теория познания, в общем-то, и политика. Допустим, допустим, вот такая комбинаторика мировоззрения у нас может быть. Чтобы создать мировоззрение, мы берем вот все вот эти вот пункты и делаем определенные высказывания в рамках вот этих вот пунктов, то есть комбинируем. Все довольно-таки просто для каждого. Мы присваиваем цифры им 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и начинается комбинаторика. Бывают, например, мировоззрения, в которых лидирует антология. Ну, то есть, вот один у нас выделено черненьким, а остальные вот послабее. И так далее по всем комбинациям. Комбинациям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Также могут существовать учения, в которых лидирует, например, антология и этика одновременно. Ну, например, 1 и 2. Также могут существовать учения, в которых доминирует этика и духовная какая-то составляющая, психология, может быть, ну, дух, психология, психо, душа. Да, получается, дух. И так далее, так далее, так далее. Все возможные комбинации с доминацией тех или иных, в общем-то, точек зрения. Антология, этика и политика. Троечки могут быть тоже представлены. 1, 2, 3. В итоге разновидностей троек и мировоззрений получается 56 видов написано в книге. Если есть тройки, то, возможно, и четверки. А четверка вот таких вот иерархических у нас будет 65 штук. Так, 65 типов мировоззрений, которые мы можем создать, используя при этом в качестве фундамента 4 основных каких-то позиций. Например, антологическую, этическую, политическую и физическую. Ну, допустим, вот так. Есть пятерки. Пятерок 28 штук. Есть шестерки. Если есть шестерки, то, возможно, и семерки. Там их 8 штук и так далее, так далее, так далее. Есть одно мировоззрение, которое включает в себя все элементы в равной степени расположены. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть все элементы одинаково значимы в данном случае. В общем, вот. Первый раздел посвящен тому, что мы можем, в общем-то, создавать целые мировоззрения и целые элементы вот этих вот мировоззрений перемешивать друг с другом, определять их иерархическую значимость. То есть, например, антология вдруг в нашем учении окажется важнее всего остального. Вот она выделена, из антологии проистекает все остальное. Но может быть же и так, что этика окажется основой. Почему бы и нет? А все остальное будет либо вторично, либо его вообще, в принципе, не будет. В общем, мы должны понимать, что всякое философское учение, всякое, в общем-то, воззрение, в том числе и религиозное, и философское, и даже научное, базируется вот на таких вот комбинациях. У нас получается, в общем-то, комбинаторика мнений. В данном случае мы берем большие такие кластеры, вроде антология, очень большая тема, этика, очень большая тема, эстетика, физика, дух, практика, эпистемология, политика. Но при этом мировоззрение все равно не исчерпывается вот этими вот категориями. Но мы их просто можем взять за ориентиры, уже на базе их комбинировать бесконечное множество мировоззрений. Вот. Вот о чем данная глава. И это очень интересно в данном случае. Здесь всякие выводы, просчеты. Да, мы будем рассматривать 251 вид мировоззрений, но их намного больше. Убирая и добавляя части мировоззрений, можно, следуя моему примеру, составить множество табличных категорий мировоззрений, которые будут бесконечно сложны. Ну, в целом, моя позиция по данному вопросу не изменилась, как вы могли увидеть. Я, наверное, только в предыдущей статье, которую вы могли тоже прочитать, изменил в основном только терминологию. И это, в общем-то, да, неплохо. Так вот, таблица разновидностей мировоззрений, исходя из главенства некоторых из них. Ой-ой-ой-ой-ой, я всю таблицу перечислил. Понятно, понятно. В общем-то, вы можете уже просто взять из вот этой книжки, если она когда-нибудь будет издана, в общем, взять из нее любую комбинацию вот этих вот мировоззрений, там 1, 2, 3, 6, 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4, 8 и так далее. Все вот эти вот варианты вы можете взять для себя на вооружение. Можно выбрать любой из видов мировоззрений и начать творить. Теперь мы, в общем, вот сделали первый шаг. Первый шаг сделан. Мы уже выбрали иерархическую составляющую нашего будущего мировоззрения, любого философского, религиозного, вообще, в принципе, не важно. А теперь... Так, это, видимо, здесь будет все конкретно разбираться, как... Или нет? Или все-таки нет? Так вот. Да, видимо, сейчас будем конкретизировать. Аперон или стихия? Так, 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 так. Создавая мировоззрение, помни, что желательно выбрать составной элемент или элементы. Элементы можно тасовать так, как тебе будет угодно. А, ну, то есть, в каждом из вот этих вот частных таких вот больших мировоззрений, типа антологии или физики, мы можем придумать различные элементы. Уже в внутренних эти элементы будут связаны именно с антологией, или именно с физикой, либо именно с этикой, либо с эстетикой. И потом уже тоже комбинировать их в дальнейшем. Так, основные категории, вот это вот такое промежуточное, между антологией, физикой и такой дисциплины, так скажем, на турфилософии, у нас является Аперон. Не знаю, зачем это слово здесь. Стихия. В общем, нас интересует слово стихия прежде всего. И, во-вторых, это слово сила. Сила и стихия. На этом примере я уже вам показывал, как можно все комбинировать. И вполне так нормально. Одной силой может быть разум. Нус. Например, нос. Да, книжка немножко путанная для прошлого. Так, сейчас полистаем дальше, найдем таблички другие. Там вопросы заданы. Этика, этика, этика. Каков смысл жизни, добро или зло? Как можно все это накомбинировать? Вот таблица. Например, таблица. Что есть добро в этой таблице? И просто комбинируем туда все, что нам угодно. Что может быть добро? Убивать это добро. В некоторых этических системах, да, это вполне может быть добром. Курица может быть добром. Почему бы и нет? Прыгать на одной ноге, это может быть очень хорошее с точки нравственной зрения действие. Почему бы и нет? В разных культурах, по мнению некоторых людей, такое может быть представлено. Ну, например, нейтрально может быть улучшение жизни. Либо разврат наркотики, говядин. Ну, то здесь вообще все без разницы. Мы можем вот по этой таблице добро, нейтралитет, зло распихать абсолютно все. Ну, или, например, позиция, которая говорит, что нет добра и зла, она просто засовывает все в нейтралитет. Все вот это вот табличный нейтралитет. Например, убивать нейтрально, калечить нейтрально, творить какие-то хорошие дела тоже нейтрально. То есть мы можем создать любую точку зрения, базируясь, например, на этой таблице, в которой представлены добро, зло и нейтралитет. Мы уже имеем бесконечное множество возможных учений этических. Уже это замечательно. И абсолютно любые смыслы, слова, действия, грехи или, наоборот, добродетели можно помещать в любую ячейку, находящуюся здесь. Собственно, это и есть краткий алгоритм действия для создания собственного мировоззрения. И, собственно, это и есть комбинаторика мнений, проявленная в самом чистом виде. То же самое со стихиями было. Ну, да, стихии мы пропустим. Также есть такие понятия, как справедливость, должное. Что справедливо? Что справедливо? Курица справедлива, например. А почему бы и нет? Почему бы, собственно, и нет? И можем продолжать рассматривать должное. Что должно? Прыгать на одной ноге должно? Ну, если родину любить должно, а родины, по сути, нет. А родина это искусственное, как бы, интеллектуальное, интеллигибельное творение, в общем-то, определенных интеллектуалов, которые, в общем-то, вмонтировали ее в голову людям. То прыгать на одной ноге это вполне реальное действие. Почему бы его не назвать должным? Может быть, вот вы, когда смотрите на людей, которые прыгают на одной ноге, вы испытываете эстетическое наслаждение. И подарить это эстетическое наслаждение может считаться чем-то определенно хорошим. Почему бы и нет? Справедливость, долг, по разным категориям этики, в общем-то, мы можем, как видите, распределять различные действия. Также у нас распределение дружбы, любовь, совесть, храбрость, правдивость, самообладание, умеренность, надежда, верность, скромность, смирение, сострадание. И все это тоже может быть распределено по таблице в разные места. Например, почему дружба – это плохо с точки зрения этики? Может быть, мы живем в обществе определенно. Может, у нас есть какое-нибудь общество, в котором дружба – это плохо. То есть позитивное отношение к другому человеку – это плохо. Это общество, в котором, например, будет пропагандироваться одиночество, в котором будет пропагандироваться такой вот уединенный образ жизни. И вот в таком обществе дружба будет злом, так скажем, а одиночество, наоборот, добром. Мы можем так представить, да, дружба это со знаком минус что-то, а добро это, ой, одиночество это со знаком плюс. Либо наоборот, либо все можно как добро трактовать, либо все как зло. Уж как вам, в общем-то, как ваше мнение ляжет, как вы накомбинируете, так и будет. То есть, по сути, вы можете создать любое собственное мировоззрение на базе вот таких вот комбинаций. И многие такие мировоззрения, ну, собственно, многие этические взгляды, многие политические взгляды, многие антологические, натурфилософские взгляды созданы благодаря, по сути, комбинаторике. Только люди не осознавали, что они пользуются этой комбинаторикой, они просто комбинировали. Они просто тем и занимались, что вот у них в голове возникла определенная эклектическая комбинация элементов. И они преподносили ее в итоге как свое некое оригинальное учение. Благодаря вот такому методу мы можем комбинировать элементы до бесконечности. И в этом смысле старая философия будет уже смотреться довольно-таки такой странной. Мы можем и без этой самой философии уже создавать всевозможные позиции, всевозможные мнения, которые можем сталкивать друг с другом и смотреть, как они взаимодействуют, как противоречат друг другу, какие у них могут быть аргументы за, какие аргументы против. Ну, в общем, напоминаю, что это прежде всего все нужно ради исследований, исследований мнений. Так, тут какие-то вопросы. Я уже на самом деле эту книжку давно не читал. Так вот, прекрасное и ужасное. Да, раздел эстетика. Все может быть ужасным, все может восприниматься как прекрасное и все может восприниматься как нейтральное. Например, ужасным мы можем считать цунами. Или прекрасным мы можем считать цунами? Вопрос, да? Мы можем считать цунами ужасным, нейтральным и прекрасным. Это, по-моему, факт. Одни люди вот прямо вот, ааа, как ужас, как ужас цунами нас размажет. А Кант, например, говорил, что какие-нибудь стихийные катаклизмы, благодаря своему величию, благодаря своим, в общем-то, колоссальным размерам, они производят в человеке чувство такого возвышенного. Кант, конечно, разделял возвышенное и прекрасное, но в данном случае и возвышенное, и прекрасное, это эстетическая категория со знаком плюс. А цунами в данном случае можем воспринимать как эстетическую категорию со знаком минус. Или как со знаком, ну вообще без знака, либо со знаком плюс. То есть тут вообще не важно, тоже получается. Собака может быть тоже ужасным чем-то, либо мужчина может быть прекрасным, ребенок может быть нейтральным, то есть не важно. В эту таблицу, точно так же, как и в любую другую таблицу, в любой комбинации, мы можем распределить абсолютно все. Мы можем даже сказать, что все абсолютно нейтрально с точки зрения эстетики. Нет ничего прекрасного, нет ничего ужасного. Все нейтрально. Мне без разницы. Там, не знаю, считаю Евгения Онегина, ну, ерунда полная. Мне никаких чувств это не вызывает. Никаких эстетических переживаний это тоже не несет. И многие люди так считают. Понимаете, многие люди считают вот так. То есть, вот эта вот комбинаторика, она не противоречит человеческим мнениям. И она нужна как раз для того, чтобы эти мнения комбинировать, воспроизводить, предсказывать. И она работает. Она определенно работает. И с ней можно работать. А, прекрасное, ужасное в искусстве. Но это все уже такие частные случаи, мы их рассматривать не будем. А вот и физика. Что я там про физику писал? Огонь горит? Нет. Химия. Так, так, так. Так, первым пунктом изобретения новостей знания у нас будет физика. А то есть, описательная наука всего, что только может существовать. А, да, постарайтесь очистить свой разум, посмотреть микроскоп и без доли предвзятости сказать, что вы там увидели. Если вы не предвзято, то у вас не получится научное обоснование. Ну да, скорее всего, если вы впервые в жизни посмотрите какой-нибудь микроскоп, или впервые в жизни будете взаимодействовать с химическими веществами, вот химия дальше, или будете смотреть на клетки, как в биологии, то первая ваша позиция, первая ваша идея по поводу того, что вы увидите, будет радикально отличаться от того, что в итоге получилось у науки. Это просто тоже, это очевидный факт, если бы вы просто... Возьмите любого ребенка, заставьте его посмотреть, в общем-то, в микроскоп и спросите, что он там увидел. Если он при этом не знает научных концепций, не знает, что такое клетки, не знает там, что такое атомы, молекулы и прочее, 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 он ответит довольно-таки свободно, и этот свободный ответ не будет соответствовать научным представлениям. В том числе, если человек продолжит свои исследования, вот так вот посмотрев микроскоп на клетку, допустим, он видит клетку, видит, она такая что-то там ползает, а если он впервые это увидит, посмотрит, он продолжит свои исследования уже в совершенно другой идеологической парадигме, не в той, в которой это делает наука. Ну, скорее всего, если человек думающий, если человек стремящийся к чему-то новому, если человек, тем более не знающий науки, ему не на что опираться, ему не приходится опираться на мнение ученых, на мнение вот о клетках, и в итоге он придет к совершенно другим позициям, основываясь на абсолютно тех же самых фактах. Это тоже вполне очевидные выводы. Такс, 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 дух, 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 таблицы, я хочу таблицы, я люблю таблицы. Вот, у нас есть разные деления, ну, например, что у нас внутри в духе есть, какие части есть у духа, и как их, в общем-то, можно перемешивать. Ощущения, восприятие, мышление, внимание, память, воображение, речь, эмоции, чувства, эффекты, стрессы, борьба мотивов, принятие решения, постановка цели, воля, разум, чувства, в общем, несколько делений. Комбинируйте что хотите, можете что-то убирать, можете что-то добавлять, можете разные иерархические системы из этого составлять, вы абсолютно свободны. Краткий алгоритм действий для создания собственного мировоззрения, собственно, в том и заключается. Свободно комбинируйте любые элементы в любом мировоззрении, и потом уже можно вторичным способом все это доказывать. Ну, по сути, в философии, в науке и вообще много-много-много где вот так вот и происходит. То есть в науке, например, сначала возникает теория, то есть мнение, позиция определенная, ну, ее гипотезой обычно называют, но ее никто не доказывает особо. Как пытаются, в общем-то, верифицировать? Что такое верификация? Это не доказательство, это подтверждение, это попытка подтвердить ту или иную позицию, ту или иную гипотезу с помощью эмпирического опыта. Это не доказательство, это не абсолютное доказательство, и никогда им не может быть. Ну, то есть, допустим, и фальсифицируемость, то же самое в науке, что у нас получается-то? Мы пытаемся опровергнуть вот эту вот гипотезу. Если гипотеза прошла ряд проверок, верификации и фальсификации, то все, она как бы считается научной и более-менее доказанной. Но получается, что вся проверка идет после того, как утверждение было сделано. То же самое и здесь. А любое утверждение, убеждение, которое мы можем, в общем-то, здесь воспроизвести, накомбинировать, в общем-то, свободно комбинируя все элементы и ничем себя не ограничивая, мы потом будем пытаться уже это доказывать различными образами. Ну, то есть, доказательство всегда вторично. И в науке, и в философии, и тем более в религии. И это вполне нормальная ситуация для нашего мира. Продолжаем. Практика. Разбор от сущности практики, полезность. Ну, в общем, тоже с практикой можно таким же образом поработать. Так, 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 так. Адекватными критериями. Так, давайте про истину, по критерии истины говорим. Допустим, что может являться критериями истины? Ощущение, мысли, рационализм, то есть воля, интуиция, эксперимент. Это не просто восприятие, а определенный тип восприятия, эксперимент, опыт. Вот. Все пять. Допустим, пять вот этих пунктов. Они все пять являются одновременно источниками познания и критериями? Или не все пять? Комбинируем. В любой последовательности у нас получаются разные учения. Например, есть учение, которое говорит, что все зависит от ощущений. Все познание зависит от ощущения. Да, сенсуализм у нас получается. Или, например, все познание зависит, наоборот, только от разума. Тогда у нас получится такой радикальный рационализм. Либо, допустим, все познание зависит от воли. Волюнтаризм вполне так себе приемлемо в качестве даже теории познания. Или интуицию. Почему бы интуиция не может быть единственным достоверным источником познания? Потому что мы не знаем, например, что такое интуиция, конечно. Но, допустим, пусть будет. То же самое с экспериментом. Относительно разработки логической системы, можно создать свою логическую систему. Ну, в принципе, не обязательно. Вы все равно создадите уже. Уже сможете накомбинировать столько учений, что любая история философии, любой индийской, китайской, европейской, вам уже позавидует. Вы можете накомбинировать бесконечное практически число учений, исходя из того, что я вам уже дал. И это замечательно. Это интересно. То же самое с политикой. Вот вам, кстати, пример того, как Аристотель комбинировал. Вот он, дядька, Аристотель накомбинировал вам различные, в общем-то, системы. Анархия, аристократия. Сколько народа правит или как они правят. Кто там, либо вообще не правит народ, либо решение принимается народом, там, демократия. Есть при этом государство. Либо анархия, нет никакого государства. И так далее, и так далее, и так далее. И все-все-все-все-все возможные варианты разделения. Ну, в общем-то, вот вам политика. Политика прекрасный пример того, как работает комбинаторика в области мнений. Комбинируется абсолютно все и в разных пропорциях. И получается очень много всего разного. Нацизм, национализм, либо марксизм, и какой-нибудь другой социализм, и так далее, и так далее, и так далее. Политика действительно великое поле комбинирования различных позиций, мировоззрений. Диархия там где-то была, то есть два правителя, там триархия, четырехархия, там, не знаю, тетраархия, и так далее. Актархия, это восемь правителей, допустим. Почему нет? Почему нет? Да, вообще без проблем. Допустим, восемь правителей. Это самое адекватное количество правителей, которое только может быть. Больше уже слишком много, меньше уже слишком мало. И поэтому мы голосуем только за Актархия, только восемь правителей одновременно. Интересно. Так, синтез частей мировоззрения одинаковой иерархии. Здесь вот простой вариант приведен. Да, вот у нас есть, например, пара, онтология и этика. И пример. Мир создал бог, красота и все в этом мире прекрасно. Так. Че? Че-то я тут перепутал, кажется. Мир создал бог ужаса и все в этом мире ужасно. А, наверное, я так хотел сформулировать. Мир создал бог... Нет, нет, я, видимо, перепутал что-то, но неважно. Да, я перепутал два пункта. А, нет. Да, 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 да. Я что-то здесь перепутал, в общем. Антология и этика, это значит, что мир создал бог, допустим. Или не создал бог. Бог есть, бога нет. Я есть, меня нет. Это вопрос антологии, по сути. И вот, допустим, мир создал бог, и при этом этот мир этичен. Либо мир создал бог, но при этом мир не этичен. Либо, например, мир не создавал бог, но мир при этом этичен, в нем, допустим, есть карма. Или мир не создал бог, и мир при этом не этичен. То есть, вообще надо понимать, что комбинации мировоззрений могут быть любые, как бы позиции друг другу не противоречили. Ну, или, например, Бог есть, но души у человека нет. Почему? Почему так может быть вполне? Почему Богу не создать этот мир, не давая человеку душу? Комбинаторно такая позиция вполне возможна, но и в мире, скорее всего, она тоже имеет место. Либо наоборот, Бога нет, но души есть. Почему тоже и нет, и такое мировоззрение тоже, в принципе, возможно. Или, может быть, есть Боги. Боги, но мир при этом неэтичен. Комбинация такая. Почему бы и нет. И мы все вот эти многочисленные комбинации можем встретить в истории философии, истории религии и так далее, так далее, так далее, так далее. Но при этом мы с вами можем накомбинировать много сверх того, что изобрело человечество. Потому что человечество пыталось это делать естественно. Ну, то есть, люди действительно верили в свои положения, там, какой-нибудь тысячами лет, в общем-то, молились одной и той же позиции какой-то, создавали догматические системы, умножали их случайно или не случайно, сопротивлялись еретикам, убивали еретиков, заставляли их менять свои позиции. Ну, в общем, были системы, которые мешали, в общем-то, полной комбинаторной раскрытости. А мы с вами, исследовав, получив вот в руки вот такой вот инструмент, мы можем накомбинировать абсолютно все, что угодно, и это не становится проблемой. Например, дух и политика. Душа человека политична, и он живет лишь в социуме. Невозможно представить себе человеческое существо и дух, который формируется вне общества. Ну, допустим, так. Притом, вот это может восприниматься как целое учение. Тройки могут быть, четверки, пятерки, огромное их количество может быть, и это вообще не проблема. То есть, все, что угодно мы можем накомбинировать. Новая терминология. Да, обязательно нужно вводить новую терминологию. Кстати, желательно, очень желательно, потому что каждый новый подсмысл, каждая новая связка, она может требовать нового обоснования философского. И вообще, в принципе, очень интересно смотреться. Так, поиск неубедительных частей. Ну, в принципе, если вам, если вы хотите создать именно философскую позицию, философскую, то есть осмысленную, более-менее доказанную, ну, то есть имеющую возможность для доказательства, не противоречащую, так скажем, фактам, которые действительно такую концепцию, которая могла бы сопротивляться другим концепциям, то вам придется искать поиск каких-то неубедительных ее элементов и отсекать эти элементы. Или приглушать. Таким образом, чтобы они сразу не бросались в глаза вашим оппонентам. Вот. И заменять вот эти вот более слабые элементы на более сильные. И это будет, по-моему, ну да, вполне так себе замечательно, интересно. Тоже с логическим обоснованием. Логическое обоснование желательно искать. Так же, как и новые термины. Новые термины, по сути, помогают нам доказывать наше положение с точки зрения той или иной логической системы. Если наш термин... Если наш термин, во-первых, принят в словаре, в каком-то общем, это уже супер, это как бы замечательно. Сразу бонус. И тот, кто создает словари, он как бы имеет огромные логические бонусы, потому что многие, в общем-то, слова определяются просто по определению. У нас есть, например, определение социума. И социум просто есть по определению. Нам не важно, существует ли он на самом деле или не существует. Но мы можем создать науку социологию. Так вот. Но по некоторым определениям его, этого социума, не будет. Так вот. И определения, они очень важны. Они невозможны. Важны поэтому создавать новые определения, новые термины, новые слова. Это вполне тоже адекватно для своего мировоззрения. Особенно, если эти слова обозначают что-то новое. Ну вот, продолжаем смотреть. А, по-моему, уже и все. Столкновение с другими направлениями или внутреннее развитие в самом себе. У нас есть два пути. Это столкновение в спорах с другими течениями, споры с ними, попытка ассимилировать что-то их, попытка, если не получается их полностью победить и подавить, впитать сильные стороны тех противоположных мировоззрений, которые нас окружают, при этом не противоречат нашему. И увеличить его еще больше, сделать его еще сильнее и еще крепче. Вполне так себе неплохая стратегия. Да, и с развитием продолжается вот все вот это вот до конца. И вот, давайте под конец подведем итоги. Каков этот самый великий, интересный, замечательный алгоритм? Для начала мы выбираем вид нашего мировоззрения относительно лидирующих его частей. Ну, антология, этика, эстетика, какие-нибудь другие, антропология, неважно, какая-нибудь одна из основных областей, культурология, не знаю, метафизика, ключевую, две ключевых, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, двадцать, неважно, сколько ключевых элементов будет ваше мировоззрение. Вы можете это накомбинировать, как вам это будет удобно. Потом мы начинаем подробную проработку вот этих вот лидирующих частей мировоззрения. В порядке приоритетов, скорее всего. Ну, обычно даже внутри такой иерархии будут некоторые приоритеты. Если их не будет, ну, в любом порядке можно начинать это делать. Да. Притом мы будем их прорабатывать, пытаясь создать какие-то связки. Ну, то есть, чтобы были какие-то переходные мостики от антологии к практике, например, либо от антологии к этике и так далее, и так далее, и так далее. Внутри каждого учения, внутри каждой вот этой вот лидирующей части учения, например, внутри антологии будут свои элементы. Например, бог есть выражение, либо бога нет. Другое, противоположное утверждение. Либо есть множество богов, либо, не знаю, есть огромные вселенские невидимые ктулху, неважно. Все, что угодно здесь можно придумать, обосновать и пытаться объяснить. Антология также может нам помогать в вопросах, что мир объективен, или мир субъективен, иллюзорен мир, или все-таки он реален, он состоит из какой-то материи. Либо он не состоит из материи. Есть ли разумное начало ли волевое у этого мира, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, с антологией мы можем долго разбираться. Потом переходим от антологии к этике. Например, к этике, если она у нас тоже входит в число вот этих вот важных позиций. Потом мы формируем какой-то тот или иной смысл жизни. Комбинируем себе любой смысл жизни. Там, не знаю, варить печеньки. И делать печеньки – это смысл моей жизни, например. И у всех он должен быть такой, такая этическая система. Потом сформировать понятие добра и зла, и распределить по этим понятиям соответствующие какие-нибудь действия, какие-нибудь мысли, какие-нибудь, в общем-то, даже слова. Все что угодно можно распределить между понятиями добра, зла и нейтральности. Потом сформировать понятие справедливости для своего мировоззрения. Если она таковая вообще имеется, можно и не формировать, можно сказать, нет никакой справедливости. Также можно сформировать понятие долга для своего мировоззрения. Можно не формировать, может быть, нет никакого понятия долга в вашем нравственном учении. Ну и разработать определение внутри всего этого без проблем. Потом эстетика, если она, конечно же, тоже входит в ядро вашего мировоззрения, мы должны сформулировать идею восприятия прекрасного относительно природы, потом сформулировать идею восприятия прекрасного относительно искусства и творчества, потом сформулировать идею восприятия прекрасного относительно жизни, потом рассмотреть различные определения и их связь с прекрасным. Все. Прекрасно. Дальше идем к физике. Но под физикой мы понимаем в данном случае естествознание. Да. Причем, как я не ошибаюсь, мы уже отнесли к антологии материю. То есть есть ли мельчайшие структурные единицы бытия, какие они, что такое архе, перроны и так далее, так далее, так далее. Все мы здесь. Есть ли конец у мира, есть ли начало. Если есть, то какое оно. Есть ли разумное начало или начало неразумно. И мир иллюзия или не иллюзия. Решить противоречие между я и не я. Это все в антологии. А вот в физике более такие приземленные вопросы решаются в нашей именно философской физике. То есть это физика не сформулирует положение, исходящее из наблюдения по направлению физики. То есть это движение предметов и так далее, так далее, так далее. Относительно вещества это химия, потом относительно местности вокруг это география, относительно звезд это астрономия. И относительно животных, растений, иногда даже минералов, между прочим, как сами ученые это делали, они считали их живыми существами минерала, либо переходными, в общем-то, вещами между живым и неживым. Так вот, это к биологии. Все, что может быть названо живым, это все к биологии. Составляем мнения, комбинируем их по этим позициям и продолжаем дальше. Дух. Сформировать понятие сущности духа, разделить дух на части или оставить его в целостности. То есть мы можем разделить дух на любые, абсолютно любые части. Например, мы уже разбирали с вами татвы различных учений. Да, такое тоже у нас было. Давайте-ка. Ну, в общем-то, все это тоже понятно. Мы это уже, в принципе, тоже проходили на различных моих других материалах и видео. Потом практика. Практика следующий, в общем-то, элемент. Смотрим, что можно делать в этом разряде. Практика. Сформировать понятие сущности практики для вашего мировоззрения. Потом сформировать понятие полезности для вашего мировоззрения. Потом сформировать частные постулаты отношения практики и практичного. Что мы можем делать с эпистемологией дальше, если она все-таки входит в число тех дисциплин, которые нам, в общем-то... Ну, что ж так вяло-то показывает? Да, в эпистемологии мы решаем вопрос о возможности познания. Иррациональное или иррациональное познание вашей системы. Потом нужно разработать тип познания, применяемый в вашей системе. Потом разработать логическую систему и обосновать ваше мировоззрение. Ну, допустим, вот так. Можете этим не заниматься, либо заниматься чем-нибудь одним. Можете взять у кого-то другого. Ну, давай, давай, лучше уже показывай, надоело. Так, политика. Нужно выбрать или создать свой политический режим. Сформулировать отношения к обществу и всему общественному. Разработать систему управления обществом и государством, исходя из вашего политического режима. Например. Вот так вот у нас получается. Начинайте подробную разработку оставшихся частей мировоззрения. Можно убирать и добавлять различные элементы, включая уже имеющиеся. По необходимости синтезируйте некоторые части вашего мировоззрения. Потом создайте новую терминологию. Ну, либо в процессе уже создавайте новую терминологию. Это в любом случае будет полезно. А потом пересмотр мировоззрения и поиск неубедительных утверждений в нем с последующим их исправлением. После этого создайте логические связи всех частей мировоззрения и мира. И у вас получится вполне полноценная философская концепция даже. И, в принципе, выбрать один из трех путей развития. Самостоятельное развитие, смешанное развитие, либо преимущественно диалогическое развитие. Самостоятельное развитие – это развитие внутри себя, по своим законам, по своим правилам. Смешанное развитие – это развитие и внутри себя, и с помощью диалогов, общения с другими мировоззрениями. Идеологическое развитие – это развитие в спорах с другими мировоззрениями. Ну и дальше совершенствуйте свое направление. Вот и весь краткий алгоритм действия для создания собственного мировоззрения. Все довольно-таки просто, как вы могли увидеть. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok